Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Секрет кухни». Я ее ведущий Кирилл Махров. Мы сегодня пришли в ресторан «Гастрофиш», где приготовим филе миньон с перечным соусом. Ресторан «Гастрофиш» входит в сеть ресторанов «Грильвич». Филе миньон – это тот же самый стейк. Как мы его будем готовить? Какие секреты? Нам расскажет шеф-повар ресторана «Грильвич» Александр. Друзья, мы с вами перемещаемся на кухню, где будем уже непосредственно готовить наш стейк. Александр, ну что, давайте приступим? Да, начнем. Что в первую очередь надо сделать? Ну, наверное, распаковать, да? Распакуем. Мне достался сербский нож. Что нам нужно сделать? Посолить, поперчить в первую очередь. Прижимать его лучше не нужно, лучше наоборот, чтобы он был... Вот такой есть. Да. Это что мы делаем? Это мы измельчаем черный перец. Черный перец. В ступе. Ага. Важно брать горошком или как? Свежемолотый самый лучший подходит. Да, молотый. Хорошо. Отлично. Так, бери-кери соль. Так, соль. Соль, я смотрю, тоже крупную только. А мелкую можно? Можно, но вкуснее больше с морской солью. То есть, смотри, со всех сторон присыпаем. Угу. Посолил. Поперчил. Угу. Так. Количество правильное? Да, надо все. С другой стороны. Соль прижимается или не прижимается? Нет, не надо, она сама прижимается. Все, что надо, все прилипнет. Так, я смотрел еще, по бокам тоже нужно. Чтоб везде был просолен. Отлично. Правильно делаю? Да, совершенно верно. Это тоже получается. Так, можно обязательно его сделать таким. Да. Если его прижать, то будет тяжелее прожариваться. А обычно все вот, всех ассоциация в том, что нужно его как можно больше придавить. Это ошибочно, правильно? Да, это ошибочно. А какая часть вообще используется? Сейчас мы будем с тобой готовить филиминем. Это вырезка, говяжья вырезка. Говяжья вырезка. Понятно. Перца немного? Все, отлично. Так, здесь тоже нужен перец? Можно и там. Все, тут еще осталось. Так, домик, домик. Теперь нам нужно разогреть. Вопрос такой, как купить правильный кусок мяса? Ну, мы используем мраморное мясо. В магазине вы можете найти, да, но это очень редко. То есть в обычных продуктовых только селект. Селект – это когда мраморности практически нет. Мы используем только мраморное мясо в ресторане. Ясно. Ну, а где купить, если… Где вообще это продается? Человек захочет у себя дома сделать. Вот я видел парочку в магазинах. Если написано мраморное, значит, это оно. Если на рынке, это точно не оно. Это точно не оно. Поэтому покупаем мясо в магазине. Так, смотрим, сковородочки уже разогрели. Самое главное – изначально хорошо прогреть сковородку. Наливаем масло. Сомневаешь? Да. Я же тоже должен показать, что… Достаточно. Достаточно. Распределяем масло по всей сковороде. У нас тут, смотрю, еще специи. Да, мы специи чуть позже добавим. Чуть позже. Сливочное масло, оно когда добавляется? Когда уже двух сторон обжарим стейк. Хорошо. Ты смотри, берешь. Так. Выкладываем. Все, прижимать не нужно. И дергать ее тоже надо, чтобы появилась у нас замечательная красивая корочка. Вот есть такое мнение, что мясо должно быть прожаренное. Какая вообще степень прожарки считается идеальной? Ну, здесь на вкус тех, как бы, приятеля нет. Нет, но я рекомендую не выше медиума. Медиум – это что? Медиум – это когда розовое внутри будет. То есть не полностью прожаренное. Не полностью прожаренное. А вот такое понятие, как говорят, что кровь надо полностью прожарить, это мясо должно быть. Внутри, внутри, нет. Кровь вся вытекает из мяса, с туши при убое. Это сок. Здесь крови не будет. Понятно. Если бы ты прижимал, или? Немножечко. Давай тоже так буду делать. Да, чтобы масло подпекало везде. Давай я тоже так буду делать. То есть получается, даже если мы разрезаем и там все мясо красное, то значит, это сок. Это никакая не крочь. Совершенно верно. Друзья, знали вы это? Я, например, не знал. Александр, ну вот наша программа называется «Секрет кухни». Есть какой-нибудь секрет, которым вы готовы поделиться, что оно получится какое-то оригинальное, какое-то особенное? Есть. Об этом немножко попозже расскажу. Хорошо. Так, смотрим. Рановато еще? Рановато. У нас должна получиться красивая корочка. Так, масочка даже подпекала. Влеча. Тут наверняка у всех возникнет вопрос. Не про жарки, да? То есть вот мы привыкли, что обычно нам, как раньше, готовили мамы, бабушки, положат кусочек и прям его, чтобы там нигде никакой кровиночки дошать. Ну, как и сказали, что нету крови. Переворачиваем. Переворачиваем. Теперь самое время добавить специи. У нас мы используем чеснок, тимьян и розмарин. Так, берем. Прям бери, естественно, есть веточку храбру. Так, кстати, большая ветка? Да. Ага. Хорошо. Держи тебе. Так. И прям ее сюда. И тимьянчик. То же самое. Держи, поделись с тобой на двоих. Давайте, а там три, я тоже туда третью брошу. Сюда же. Тимьянчик. И вот так маска настанет ароматным. Чеснок чистить будем? Нет, не будем. Не будем чистить. Просто возьмем его. Так. И раздавим ножом. Держи. Свой тоже. Друзья, имейте в виду, что вот этот вот метод, он очень хорош для очистки чеснока. Мы его давим, и вот практически без всяких проблем, не нужно мучиться. Вот видите, у нас уже головочки. Вот так отлично. Вот смотри, у нас уже масло практически питалось. Тимьян, розмарин, мясо. Самое время добавить сливочное масло. Сливочное масло. Прям хороший кусочек. Ничего себе. Да, да, да. С этим тут не переставаться. Немало? Если что, потом еще добавим. И распределяем его. Мы на мясо его не... А мы будем его потом поливать. Ага. Сейчас оно моментально пропитывается тимьяным розмарином. У нас получается такое ароматное масло. Поливаем сверху. Чтобы оно готовилось равномерно. Снизу и сверху. Отлично. Видишь, что тут сверху прекрасно? Да. Я все думаю, оно мне не пережарило? Нет, нет, нет. Нет. Значит, это он не беспокоится. И вот сильно не нужно прижимать. Да, я понял. Это просто попробовать на сок. Опять-таки привычка. Приучили, что нужно смотреть, сок вытекает из него или сок не вытекает. Если ты упрямляешь сок в сковородку, то внутри ничего не останется? Да, согласен. Согласен. Мы это постоянно делаем, да? Да, практически, да. Стравушки наши. Отлично. Итак, друзья, запомнили, смотрите, тимьян и розмарин. Также чеснок. Масло сливочное. Мы добавляли не сразу. Я, кстати, видел несколько раз, когда масло сливочное и растительное одновременно смешивают. Это правильно или это неправильно? Скорее всего, неправильно, потому что оно может у вас изначально сгореть. Сливочное масло, оно может сгореть. Понятно. То есть, вначале мы добавляем растительное масло, потом мы добавляем уже... Совершенно верно. Сливочное. И постоянно, постоянно, вот я смотрю за Александром, он постоянно-постоянно поливает. Я вот единственное боюсь, что мы сейчас его... Я в сковородку поднимаю. Ничего страшного, что сейчас я постоянно в сковородку поднимаю? Ничего страшного. Ничего. У нас снизу там все жар идет. То, что масло уменьшается, я так понимаю, что это мясо воспитывает. А секрет заключается в том, что оно должно правильно отдохнуть. Правильно отдохнуть? Это делается для того, чтобы волокна, так сказать, выпрямились. Когда мясо жарится, волокна сжимаются. А когда мясо будет отдыхать, оно выравнивается. И тогда все соки распределяются по всей толщине стейка. Так, давайте посмотрим. А это касается многих блюд или это касается исключительно стейка? Стейка. Стейка. А вот то, что, например, приготовили и сразу, как обычно, нам разогрели, приготовили. Ну, я буду говорить, что детям. Переворачивай. Понял. Отлично. И снова поливаем. Ага. На кухне, как и правило, мы приготовили и сразу же, сразу же, сразу же кушать. Нет. Еще кричим. Сейчас все остынет. Сейчас все остынет. Нет. Стейку должен обязательно отдохнуть. Понял. А вообще еда. Например, мясо жареное. Ему тоже нужно дать отдохнуть по-хорошему? Конечно. 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 То есть, вот прям в сковородке, когда кипит масло, сразу детей кормить не надо. Если это касается стейка, то ни в коем случае. Понятно. А мясо любого? Если, допустим, это свинина, либо другая, то это можно прям горячее накушать. Ясно. Сильно не прижимай. Понял. Вот видите, друзья, у меня привычка вот это прижимать, это, ну вот, то, что отличает меня от повара. Потому что, вот, не знаю, давно вот это привычка появилась, прижать, и мне кажется, что лучше прожарится мясо, нежели его прижать. Это ошибочно. Ошибочно. Развеиваем мифы. Постоянно, постоянно его поливаем. Так он с двух сторон прожарился. Так. Масла кончается, значит, мясо его учитывается. Как правильно подобрать специи? Вот, например, розмарин и семьян найти в таком виде… Не проблема. Да, не проблема. Вообще не проблема. Понятно. На каждом рынке, в каждом магазине вы можете найти и семьян, и розмарин. Хорошо. Мы можем готовить уже с хитированными специями, или это будет не то? Это будет не то. Лучше всегда использовать свежий специя. Понял. Что, пришло время? Так. Отдыхать стоит? Отдыхать. Выкладываем его. Музыку какую включаем? Классическую? Неклассическую? Обязательно. Классическую? Классическую? Классическую. Выложили. Все. Так. Плиту выключаем. Здесь второй секрет. Мясо должно отдохнуть до температуры тела. То есть не до комнатной температуры, не 2, не 3 минуты, не 5 минут, а именно до температуры тела. 36,6? Совершенно верно. А мы это как-то мерим или мы… А как определить? Очень просто. Когда мы дотрагиваемся до стейка, мы не должны чувствовать ни тепло, ни холод. Сейчас он горячий. Александр, скажи, пожалуйста, значит, его что-то нужно с ним делать в тот момент, пока оно, так сказать, отдыхает? Нет. Переворачивать? Нет. Нет. Он должен отдыхать и мышца должна расставляться. Понял. Что касается гарнира какого-либо, вот что ты посоветуешь на гарнир? Свежие овощи. Свежие овощи. Идеально подходит. Понятно. Есть еще такой… Ну, я слышал, говорят о том, что картошка с мясом очень вредна. Насколько твое мнение, насколько ты считаешь, это правильно или неправильно? Я всегда картошку с мясом. Всегда картошку с мясом. И вот стройный прям вот… Аж завидую. С нашими вот этими вот розмаринчиком, с нашим тимьянчиком, чесночком, мы что будем… Все? До свидания? Или мы можем что-нибудь тоже его… А мы как-то его украсить? Сделаем соус. Соус. Сделаем прямо в этой же сковородке с этими специями перечный соус. То есть мы отсюда ничего не убираем? Нет, ничего мы не убираем. Ничего не очищаем? Нет. Вообще? Ничего не будем очищать. Это в Италии называется фонду. Фонду, если правильно говорить. Понятно. То есть это все шварки. Цинус. Цинус, да. Совершенно верно. Нагреваем слегка сковородки. Уже сильно их раскалять не нужно. Так. Добавляем сюда черный перец. Хорошую прям горсть. Мало? Или еще? Еще можно немножечко. Еще можно еще. Он же у нас перечный. Кто любит сильно острое, я так понимаю, можно и побольше добавить. Можно я масло чуть-чуть добавлю? Потому что у меня уже масло… Уже не нужно добавлять мясо. Уже не нужно. Вино добавим белое. Ух ты. И сливки затянем и получится у нас прекрасный соус. Вопрос такой. Вино выпаривается? Я имею ввиду алкоголь. Выпаривается из вина? Выпаривается, конечно. Главное его выпарить. Нет, там алкоголя никакого не остается. Понятно. Друзья, тоже кто-то считает, что нельзя детям потом. Ну вот я тоже слышал, что вино, алкоголь из вина полностью выпаривается. Самое главное – выпарить. Ага. Ну вот уже винный дух, так сказать, пошел. У нас останется от него только аромат. Вино мы можем использовать такое – белое, красное. Белое, белое, сухое вино. Белое, сухое вино. Ну, ничего, говорят, что к мясу вроде как больше красное тяготеет или нет? Или это какой-то тоже миф? Если это пить с вином, то лучше с красным. А, понятно. Приготовление и выливаем сливки. Готовим на белом, пьем красное. Выливаем сливки. И перемешиваем. И перемешиваем. Белый соус прям такой. Он немножечко сейчас потемнеет. Немного посолить. Солим. И все, просто затянем и все. Итак, друзья, мы сюда, те шкварки, которые у нас остались. Что это за шкварки? Это тимьян, это розмарин, это чеснок. Чеснок и сливочное масло. Сливочное масло. И растительное масло мы с самого начала добавили. Значит, дальше мы сюда добавили сливки и добавили белое вино. То есть, вначале мы добавили белое вино, потом добавили сливки. Обязательно мы посолили и обязательно мы поперчили. Самое главное, чтобы соус не отсвоился и перегревать не нужно. То есть, мы его только подзатягиваем. Ага. Вот он уже, так скажем, поженились тут все ингредиенты. Ну, конечно, тут тимьян с розмарином и чесноком плавают. Но вот уже жидкая составляющая стала практически однородной. Вот она. Смотрите, какая. Все. Соус готов. Соус готов. Так, ну что, давай мы будем сервировать. Собираем все уже, что нам не нужно. Это нам не надо. Правильно? Да, это все мы убираем. Это все мы убираем. Так, беру. Готовимся к серверу. Доску. Отставляем. Перец нам нужен? Перец нужен, да. Нужен. Хорошо. Кто любит, еще поострее. Ну, это, наверное, будет уже вообще жестоко. Некоторые его могут так кушать. Так. Друзья, напишите нам, кто может кушать перец. Видел не раз. То есть, смотри, что мы делаем. Так. Соус на эту сторону. Ага. Специи на другую сторону. Друзья, смотрите, как мы делаем. То есть, мы все веточки, все перчики, все чесночины, мы стараемся в одну сторону. А всю жидкую составляющую мы стараемся в другую сторону. Нет дела, что у нас получается. То есть, смотри, Кирилл. Так. Мы делаем. Так. Точку, грубо говоря. Ага. Ложку-то переворачиваешь, чтобы. Так. Раз. Отлично. Да. И теперь вот эта сторона. Вот эта. Ложка, да. Отлично. Надеюсь, у меня получилось. И выкладываем в стейк. Выкладываем. Щипцами. Я сюда положил. Имеет это значение, какой стороной? Нет. В принципе, нет. Ага. Можно еще чили положить. И можно еще сверху сделать. Ага. Держи. Так. Дай другую веточку возьму. А тут уже. Уже с этой. Самое интересное. Наоборот, еще сверху есть. Сверху это лучше? Ну да. Давай. Вот. Да. Вообще. Вот так. Прям сверху мясо. Вот так. Отлично. Как-то так. Я, конечно, понимаю, что повара получилось лучше. Ну, на то-нибудь. И повар я-то любитель. Я только учусь. Стойк готов. Стойк готов. Ну что? Пошли подавать. Друзья, ну что, наш филе миньон, он же стейк с перечным соусом, готов. Осталось вынести его на суд нашим дегустаторам. Стейк филе миньон, пожалуйста. И филе миньон ведущего при одного аппетита. Спасибо. Ну что? Илья, давайте пробовать, что получилось. У меня от шеф-повара. У меня от шеф-повара. От ведущего у вас. А, да? Хорошо. Я надеюсь, вы мне, да, доверяете мне первой шефа попробовать. Не подошва? Нет. Вкусно? Да, вкусно, мягкий. Ммм. Вот это правда вкусно. Идеальная, на мой взгляд, прожарка. Визуально у меня как будто более прожаренность. Можно даже посмотреть, что она немножко красненькая, но соус солоноватый. Наверное, это так предусмотрено, я не знаю. Но, на мой взгляд, есть такое дело. Ну да, соус. У Кирилла то же самое, да, получилось? Да. Солоноватый? Солоноватый. Нет, я тоже хочу попробовать уже. Поменяемся? Поменяемся. Мне вот интересно очень у Кирилла прожарка как вышло. Потому что у шефа он идеально такой, как мячик. То есть вообще никаких совершенно изъянов. И очень мягкий. Да, у Кирилла, мне кажется, правда, немножко получилось более зажаренное. Ммм. Но от этого не хуже по вкусу. Да, этот мягче. Но у Кирилл тоже хороший. Наверное, можно смело говорить о том, что Кирилл под чутким руководством повара справился с задачей. Безусловно, да. Повторил все очень удачно. Сейчас еще вот соус. Да, это такой солоноватый соус просто сам по себе. Классно вышло. Я думаю, что если телезрители попытаются повторить точно так, как им рассказал ведущий шеф, то тоже должно получиться изысканно и вкусно. Да, пробуйте, дерзайте. У вас все получится. За успех Кирилла? Да. Друзья, наш стейк получился. Самое главное, мой стейк оценили дегустаторы. Если получилось у меня, обязательно получится и у вас. Смотрите нас на телеканале «Видное ТВ». Будет и вкуснее, и интереснее. А на сегодня это все. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok